Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири. Мы будем читать 96-й Псалом. Он имеет надписание в Септуагенте Псалом Давида, когда земля его устроялась. Он не имеет надписания у евреев. Что значит, когда земля его устроялась? Имеется в виду, что ковчег Завета был принесен в Иерусалим, город отстраивался. А почему Иерусалим называется земля его? Потому что Иерусалим называется городом Давида. Городом Давида. И он взял Сион. Когда-то это место принадлежало Хананьянам, но он освободил это священное место. Псалом начинается словами. Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Радуется земля — это известная земля, а многочисленные острова — это еще не открытые территории. Обычные экзегеты относят острова многочисленные к той же Северной Америке, к Южной Америке, к Австралии, к тем землям, народам, племенам, которые были неизвестны. Когда составлялся библейский текст, но Божественное Откровение уже проницало и эти территории. Облако и мрак вокруг Его. Почему вокруг Бога облако и мрак? Это непостижимость Бога. Правда и суд — основание престола Его. То есть Господь судит истинно и судит праведно. Огонь пред Ним пройдет и попалит вокруг врагов Его. У апостола Петра сказано «Земля и все дела на ней сгорят». В этом огне произойдет как бы очищение мира, и будет новая земля, и новое небо, и новый город Иерусалим, сходящий от Бога с небес. Молнии Его осветили Вселенную, увидела и вострепетала земля. Молнии — это проблески и откровения, это пророческие словеса, это апостольские свидетельства. Горы, как воск, растаяли от лица Господа и от лица Господа всей земли. То есть человеческое, гордое, надменное, превознесенное, все принизится. «Возвестили небеса правду Его, и увидели все народы славу Его». Небеса возвещают правду Божию величием творения, величием сотворенного. Как Эммануил Кант говорил, и мы часто вспоминаем эти слова, «Больше всего меня поражают и заставляют верить в Бога две вещи — звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». А апостол Павел пишет, «Мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых». «Да постыдятся все поклоняющиеся истуканам, хвалящиеся идолами своими. Поклонитесь Ему, все ангелы Его». С одной стороны, здесь говорится, что стыд объемлет идолопоклонников и призыв «поклонитесь Ему, все ангелы Его». То есть люди, которые поклоняются Богу, ставятся как бы на один уровень с ангелами. Потому что ангелы только и занимаются тем, что они поклоняются Богу. И когда мы отвергаем любые формы идолопоклонства и поклоняемся Богу, мы уподобляемся ангелам. «Услышал и возвеселился Сион, и возрадовались черри иудеи ради судов твоих, Господи». То есть это будут суды, которые принесут оправдание праведным и будут возмездие нечестивым. Черри иудеи – это те, которые ожидали судов Божьих. Почему они называются черри? Потому что они не имели сил противостоять нечестивым, как девицы не имеют сил сопротивляться. Но Бог установит свой небесный порядок. «Ибо ты, Господи, Вышний, над всею землею, вельми», то есть весьма превознесен над всеми богами. Над всеми богами не в том смысле, что они существуют, а в том смысле, что любые человеческие фантазии о богах, они даже близко не приближаются к величию Бога. «Любящие Господа, ненавидьте зло». Опять же, идолпоклонство, о котором сказано выше. «Господь хранит души преподобных своих, из руки грешника избавит их». Вот такой грешник в единственном числе – это антихрист или сам дьявол. «Свет высиял праведнику, и правым сердцем веселье». А свет праведника – это самоправедность. А веселье праведника – это правота его сердца. То есть праведный пребывает во свете вот этих благих деяний, как сказано. «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела». И источник веселья – его правдивое сердце. Действительно, если человек имеет неправдивое сердце, даже для такого человека это не может быть источником веселья. Все равно он чувствует себя угнетенно. «Возвеселитесь, праведное, о Господе, и поведайте память о святыне Его». То есть хвалящийся, да хвалится Господом. Веселящийся, да веселится о Боге своем. Это окончание этого псалма. В нем всего 12 стихов. Это окончание этого псалма. Умеренность по правду. Это окончание этого псалма. Теперь